В городском округе Люберцы прошла очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз местом ее проведения стало предприятие Тенза-М. Сотрудники весоизмерительной компании задали властям вопросы и получили на них ответы. Тот случай, когда не ты идешь в администрацию, а администрация приходит к тебе прямо на работу. В конференц-зале предприятия Тенза-М представители всех сверхжизнедеятельности округа, готовы отвечать на вопросы, а также принимать замечания и предложения. Вот с правой стороны, за СНТ, соответственно, Березка, вон там огромная площадь ТБО, которая прямо на карте есть. Это площадка, неоднократные жалобы, выходили, проверяли, у них разрешение от Министерства экологии на переработку действий. Но по факту они валят туда все ТБО и разбирают, что не разбирают, но возят туда-то сваливают. Да, месяц назад выезжал туда еще раз в Министерство экологии. Им были даны все разъяснения и дан срок, по-моему, до 1 февраля. Приведение земельного участка в ближайшее состояние, сейчас на контроле Министерства экологии. В компании Тенза-М более 350 сотрудников. Подавляющее большинство жителей Люберец. Егор Горюнов живет в центральной части города, на улице Волковской. Свой вопрос мужчина адресовал представителям дорожного блока. Интересовал вопрос пешеходного перехода ближе к Дому культуры, которого мы, к сожалению, временно лишились. Есть радостные вести. Значит, один из пешеходных переходов будет по-человечески вырыт. Значит, это там, где сейчас на пересечении Смирновский и Октябрьского проспекта. То есть, приблизительно в том же месте, где он был ранее. И вторая радостная новость, то, что после него начнется строительство специального пешеходного прокола возле почты. То есть, он будет выходить под эстакадой, ближе уже к ДК, в сторону, ближе к нашего стадиона. Есть вопросы и в сфере ЖКХ. Они касаются содержания капитального ремонта МКД, а также уборки придомовых территорий. Ещё были вопросы тоже к самоотоплению. Выйдем, замерим, какие вопросы. Возможно, нужна замена радиатора в квартире. По поводу вопроса уборки был. На преддомовой территории перегорел один фонарь. Тоже выйдем, завтра заменим. Ответы на большую часть обращений дали на месте. А другие вопросы сотрудники администрации внесли в протокол и взяли в работу. Луиза Игасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.